Перевязанный скотчем Где нахуй, блять? С вами кругом, блять? Итак, добрый день, пока все скупают гречу в пятерочке и сидят на карантине, я решил запилить пару матов про Денли. Уж слишком много интересных историй про данную личность накопилось. Пишите комменты, ставьте лайкосики, продвигайте видос ввысь. Ну а сейчас... Услышал я все это в трехчасовом ролике, где чел под ником Джасти рассказывает свою историю знакомства с Денли. А также он записал разговор с ее бывшим парнем, где всплыло очень много занимательных подробностей, ну а у меня будет короткий пересказ всего этого. Но начнем с моего знакомства с Денли. Когда я начал делать ролики про Твич, где на тот момент героинями уже были ГТФБАЕ, Мира, Аляша, Оринян, Лиза в сентябре 2018 года тут же написала мне с призывом предупредить ее, если я вдруг решу делать о ней видос. Но я был в то время непрошаренным в этих ваших стримерках и думал, что это Денли обычная какая-то баба. Вроде ничего плохого за ней не заметил, и многие ее расхваливали. Но я как малолетний дебил поверил. Однако, как же я тогда ошибался? Потом, спустя год, я увидел ее фотки в нижнем белье с неким татуированным пацаном, который является богачом и также снашается со стримерками за бабло. И тогда я понял, что она такая же, как и 95% стримерок. Но перейдем непосредственно к биографии. Шел примерно 2015 год. Жила была Лиза и ее тогдашний хахаль Женя. Учились они в шараге и денег не было, и тогда Евгений предложил ей стримить на Твиче, рассказав вообще, что это такое, что там можно делать real money. Но она, разумеется, согласилась, так как работать в Макдук идти не хотелось. Чел купил ей компус у его кореша по дешевке, он полностью занимался ее медиа карьерой. Заставлял делать качественные сигны, фоткаться в инсту, в лучших местах, стримить, говорить о том, что у нее парня нет, чтобы ей донатили. Также развивал ее ютуб канал. Обратите внимание, кстати, год назад она с ним разошлась, и с тех пор ее ютуб канал мертв. Короче, все ее хахаль Евгений делал правильно. Постепенно ее популярность росла. И в этот момент ее замечает ютубер Джасти, который проводит рейд на нее. После этого у нее вместо 150 человек начинает сидеть 500-600, и пошел активно рост ее канала. Также Джасти переписывался с ней, связалась типа дружба в переписке. Она в шуточной форме намекает на сношение и прочие непотребства. И, короче говоря, Джасти говорит, что приедет к ней в Москву в январе, после Нового года, чтобы сходить в театр и вообще увидеться. Она, разумеется, соглашается. Она приезжает в аэропорт, встречает его. Они идут в отель, живут вместе день, гуляют. И тут на телефон, который находится внутри номера, начинает названивать ее нынешний парень. Да, Дэнли жила в номере с чуваком в тот момент, когда у нее уже был хахаль Женя. Ну так вот, звонит ее хахаль, зовет Дэнли выйти на улицу. И она выходит. В одной футболке и лосинах. Все вещи остались в номере. Она идет зимой на улицу, плачет и имитирует, будто бы ее похищает хахаль вместе со своим другом. Все это было сделано, чтобы не показаться плохой перед Джасти, потому что она же няша, а не падаль. Как потом оказалось, это все было спектаклями. Она, встречей с этим Джасти, типа, мстила своему хахалю. Непонятно за что. Потом еще начала рассказывать, что этот Джасти к ней приставал в отеле. Для чего она вообще с этим Джасти встретилась, кроме как отомстить хахалю? Ну, мне кажется, просто хотела получить либо денег от него, погулять на халяву, либо немного популярности. Так как она рассчитывала с ним замутить отношения на самом деле. Но поскольку хахаль вычислил отель, где она жила, пришлось идти назад, и радужная мечта развалилась. И вообще ошибка была сделана уже на первом этапе. Для чего вообще нужно рейдить стримерок и давать на халяву буст? Не нужно, пусть сами ковыряются в болоте, им сабмиссивы помогут в этом. А уж тем более встреча со стримеркой или какие-то отношения, ну это максимальная тупость. Потому что чаще всего это токсичные АЧСВшные личности, у которых звездная болезнь начинается уже после первых 30 зрителей. Вы будете только обслуживать ее и во всем угождать. Если же откажетесь, то пойдете на три буквы, и ваше место займет другой. Вот и все. Также параллельно у нее шла куча романов по переписке. Со школьником Узуфы, которому 16 лет, с 40-летним мужиком, еще с другим школьником. Все эти люди, разумеется, и вкидывали бабки, в том числе за то, что она писала каждому из них, что любит их, не может жить без них. Сидела с ними в скайпах по полдня, с каждым по отдельности, ну и так далее. Со школьником Узуфы она даже ездила навстречу в Уфу. Неизвестно, чем занималась. И потом все равно вернулась к Евгению. Это малолетний дебил. Не знаю, этот чел, он был такой спокойный, он все это терпел, я ему действительно нравилась. Он серьезно, он все терпел. Я такая думаю, да блин, что же мне тебе такого сказать, чтобы типа ты вообще как бы... Ну я хотела расстаться, я понимала, что это ну бреды в отношении на расстоянии, он младше меня там на миллион лет, он несовершеннолетний, типа будущего никакого не будет. Вот хоть мама говорила, да ладно, будущее будет, все дела. Но я понимала, что лучше сразу все заканчивать, чем потом. И такая думала, что же мне сделать, чтобы он сам меня бросил. И в итоге я сказала, ну я короче там поехала. Мы с ним если что не виделись на тот момент, вообще ни разу. Я поехала, я случайно переспала с Челом, так получилось. И потом я такая понимаю, он такой, спустя некоторое время он поагрился и такой, ну ладно, ну бывает. Я такая думаю, ты че, кукол? Ты че? Ты че? Это рассказ про отношения на расстоянии с 16-летним шкалером из Уфы, кто не понял. В тот момент она жила, ну или встречалась уже много лет с Евгением. Вот таких парней по переписке у нее было много. Потому что переписки переписками, а денежки-то от тупых куколычей текут же. Почему не использовать возможность? И я может сейчас открою тайну, но у тебя 90% чата это последователи идеологии Харламова. Как и у большинства стримерок, кстати. Своего парня Евгения она ни во что не ставила. Она встречалась с ним 6 лет, и его она и ножом резала, заливала ему комп водой, выбрасывала его кроссы на улицу, заливала его перцовкой в лицо. Короче, всячески издевалась над ним. Это не говоря уже о психологическом насилии. Потому что она еще тот абьюзер, судя по всему. Сейчас говоря о нем, она говорит, что он только ее фотографировал. Она его содержала, забывая сказать то, что если бы не он, то она бы скорее всего работала бы в Макдуках, в лучшем случае. То, что она употребляла вещества, я не осуждаю, честно говоря, все равно. Больше волнует то, что она ничем не лучше Танюхи. Все так хорошо хейтили Танюху, смеялись над ней. Но, по сути, те, кто смеялись над ней, ничем не лучше. А иногда даже и хуже. Являются бешеными, токсичными бабами, которые не понимают нормального отношения к себе. И самое главное, всегда выставлять себя жертвой обстоятельств. Короче говоря, как все закончилось. На стримфесте 2019 года она познакомилась с инсайзом. Терлась жопой об его гениталии, в танцах. Потом поехала на авторпати. И после этого она разошлась со своим Евгением. И я подозреваю, что она с этим инсайзом до сих пор. Хоть она и всячески пытается показать то, что она бедная и несчастная. Мужика у нее нету. Все ее бьют, обижают, кидают. Ну что, моя поездочка в Ашан за покупочками обошлась мне просто в такую сумму. Господи, мне страшно. Реально страшно. Зато теперь будет что-то покушать. Такие спонтанные идеи поехать и закупиться продуктами. Это классно. А кто мне эту сумму тащит в такси и привезет до дома-то? Ааа, не подумала. Ребята, я смогла. Я дотащила прямо до квартиры. Ааа, собаки, наносится, да? Иди сюда. Диана. Радует то, что люди по-прежнему верят в эту туфту. Бедная девочка, у нее никого нет, приходится все делать самой. Смотри, матку не вырони по дороге, кстати. Больше всего радует ее аудитория, которые ей еду шлют на хату, цветочки на 8 марта. Такая милота. А на деле это ваша Лиза Няша, оказывается лживой, токсичной, падалью, которой место в Гелеровского. А самое большое мое разочарование, это то, что Лиза попыталась оправдаться перед своими сабмиссивами. Но чем больше оправданий, тем сильнее она себя закапывает. Поэтому не нужно оправдываться. Ни в коем случае. Но больше всего мне жалко двух школьников, которые помогали ей в переезде где-то год назад. Есть даже видик у нее на ютубе, где два шкалера и выносят кучу вещей. Мебель, столы, всякий хлам спускают ей это все на первый этаж. И потом заносят уже в другую квартиру. Это все поднимаю, разумеется. Это все по лестнице, скорее всего. Потому что там такое количество вещей, что оно в лифт вряд ли залезло бы. Это вообще такой лолкек. Я надеюсь, она им заплатила. Хотя, скорее всего, сабмиссивы уже довольны тому, что госпожа позволила им свои вещи потрогать. Так что все нормально. Хотя по-хорошему там работа для трех грузчиков, а не для дрещавых школьеров. Но зачем тратить бабки, когда есть бесплатные рабы? Так ведь? Тех страпонщиков и куколдов просьба пройти на ресепшн. Администрация ебаторий. А я пока посплю. И повторяю для тупых. Я не против таких, как она. А наоборот, только за. Тем лучше будет для меня и моего канала. Будет контента больше. Больше скандалов, интриги, расследований. Так что донатьте как можно больше таким, как она. Да и всем остальным тоже. Ну а на этом все, ребятки. Ежели чего вам надо, вопросы будут или поругаться, мне захочется. Пишите мне по адресу. Город Москва. Кузнецово. 3А. И всего вам доброго. Просто набрасывать говна на вентилятор и наслаждаться, наслаждаться вот этим вот. Облицово-бегателем. Хирургический слон. Специфический запах. Сумасшедший больниц. Светковые сущности. Смотрят в бок. Глаза дрожан. За заслугой ресниц. Продвижение крови По мертвевших венах Вызывает тремор Непотливость рук И звездковые мысли Натыкаясь на стены Порождают новый Замутый круг